Ну где обвинители-то мои? Давай их сюда с копом. Жду, прошу суда. Что, слабо? Значит, мне не знать. Я изначально сразу хочу попросить прощения в том плане, что я ничему против не имею и никогда не имел, и не имею никакой обиды на вас. Мне просто поразило некоторые такие моменты, например, которые были у меня в жизни. Вот если смотреть ваши ролики, которые я перестал смотреть уже лет пять назад, потому что вот у нас в храме проходят занятия, и там нет-нет, да всплывает. Вот, Игнатий. Все-таки с этим пришлось побороться, чтобы ваши люди там не упоминали в итоге. Потому что это все сводится в какой-то комбатах. Был один человек, который, ну, когда там все так пошло, я просто взмолился Господу, чтобы он не знал меня от него рук. И так получилось, что человек заболел и умер. Ну, я, ничего, в голове думаю, вон, наверное, Господь защитил. Правильно, Давыд подметил. А с чего бы ради-то он с меня-то... Мало ли, что у человека у этого было, а я так на свой пыль взял. Этот поехал туда, чтобы на меня дать показания, и что живьем Бог погреб в земле. Еще года нету. Копали колодец, сблинула земля и умер. Минуты не было до покаяния. Если бы вам человек, который не нравится, ну, по разным причинам, в первую очередь вы его начинайте быть и прогляд, и чтоб там тебя, и тебя закопало. Нет ни одного человека, которые нападали на меня и остались бы живы, пока ни одного нету. Вы будете раздавлены, вы будете разметаны, вы сгниете. Вы сумасшедшие будете. От вас только дым останется и труха, потому что вы никакие. Интересно. Потом, почему такое отношение у вас к старобрядцам? Для этого ничего не надо. Достаточно быть старобрядцем, чтобы из тебя яд высыпался через все отверстия. Неназистная. То есть, где-то же должна быть причина в самом начале. Может быть, где-то кто-то... Да, от ворот по ворот. У нас человек, которого положили, с хорошими данными, все. Его отправили в другой город. А он туда пришел и начал говорить. Вы знаете, вы неправильно поете, вы неправильно читаете. И прихожане говорят, слушай, собери-ка свои шмутки и езжай, куда-то приехал. Ему это, естественно, не понравилось. Возможно, что в вашей ситуации был такой же давнишний-давнишний случай, когда вам дали оборот по ворот, и вам это не понравилось. И вы сейчас просто везде напоминаете, что в нашем храме кто-то что-то сказал негативное, а не коняно. Это были такие редкостные случаи на занятиях. Но я делаю скидку этим людям на их, ну, глупость. Не более того. С таким уважением относится отец Михаил. Интересуется вот об отце Акили. У нас, оказывается, многие смотрели ролики. Но последние, когда вы вот так отзываете, что блевотина... А это все его моща с блевотиной перемешанная. Нет, я патриот, я патриарши-лизаблюд. Лежи там, говорит, своему. Еще я из себя полезла от этого блевотина поповская. Вот он начал что-то говорить-то. А там параша, большая параша. На колени и будешь головой в параши лакать. Твое это, твое дерьмо. Я видел. В обществе верующих. Самый действенный способ, это по мордасам. Там и безблагодатный, и прочее, десятая. Честно скажу, мне уже давно стало стыдно. Я перестал что-либо говорить и защищать вашу пользу. Пусть они там сами разбираются. Мне есть чем следить за собой. То есть у меня достаточно своего. Я всегда думаю о людях намного выше, чем они находятся. Грубый, лживый, поносный, духоносный, в кавычках, попенок. Это они все попы такие, все. Тайные аспиды. Из норы голову высунула, его нигде нет. Я про это не знаю. Он ходит на моем ролике и гадит. Опорожняется, поносит его. Понос, слово понос, знаешь, что такое? Когда недержание с весом, и он зловоним в штаны накладывает. Потом вы подчеркиваете, как в вашу общину приходят люди. Ну, через то, что у кого где есть, там, длиннее или меньше оно растет. Вот в вашу общину приходят люди так. Что ваш источник Господь иссушил. И в вашей семье Господь иссушил этот источник не только у вас одних. И самое интересное, что меня, знаете, как бы сказать, всегда обижало то, что нет такой возможности с вами, как к родному дядьке, прийти, как говорится, просто поинтересоваться, как у тебя дела. Давай посидим, чай попьем. Враги человеку домашние, сноха против там отец, это означает на пути Господнем. Всякое родство плотское прекращено. Прийти я могу и получу пинок. Ну, с определенным наставлением, конечно. Вот у меня приезжал друг мой, он говорит, ну, было бы интересно подойти бы к детям. Он вас знает. Они ходили вот на этот труд возле лагеря, а вы были в огороде. Он говорит, я смотрю, он только выкнул я так из-за растения. Ну, раз, и опять нырнул. Он говорит, интересно, о чем так? Он говорит, я... Это говорит человек неверующий. Говорит, я прекрасно знаю, что я ему недорог. Но он бы вышел просто, как делал раньше, проконтролировать, есть ли у меня поясок. И у нас как-то бы завязался разговор. Ну, что я могу сказать? Ну, не дурак, но не дурак. Ладно. Ну, это, можно сказать, такие же действия, мелочи. Вроде как были даже без претензий, без обидностей. Но когда вы говорите про наших родителей, такие совершенно неприемлемые слова, вкладывая, наверное, внутреннее желание в то, что это вам предбавит какой-то славы. Бесчести не дает славы. Он неверующий. А теперь это Алешин, как бы отец. Как бы отец. Суррогатный. Записали все. Сестра моя, то есть Алешина мама. Как предполагаемая. Я ничего не могу сделать. А может быть я выступил, где-то задел ни разу. И вы не слышали от меня, чтобы я говорил. Самое главное, что они не могут показать, чтобы я где-то против их говорил. Ни разу нигде. Остеющий вражду между братьями. Мир за предгородством. Ну, самому. Вы знаете, где это я был. Аминь. Если бы вы это сказали, то, что сказали про родителей, среди хваленов вами мусульман, которых вы, в принципе, довели только из окна, или как туристы из туристического автобуса, а тесного контакта с ними не имели. Передо мной прошло 2600 мусульман. И никто не посчитал, что я отстал, и язык у меня где-то в другом месте. Они бы давно от вас избежали. В принципе, мы это видим уже за много лет, то возле вас, ну, остались, так скажем, пару шестер. Вам это слово знакомо. У тебя мышление какое-то топорное. Твое это, твое дерьмо. Зачем тебе думать? Я просил тебя не думать. Да пошел ты. Ну, это с головы я снимаю кого-то. Господи, благослови. И вразуми этого отрока. Полюби к тебе. Я делаю тебе предложение. За каждый следующий удар ты будешь говорить, простите, спорить больше не буду. Это пятое место называется. Так. Ты будешь такой, как мы, или садешь с ума? Так. Ты будешь такой, как мы, или садешь с ума? Так. Ты или садешь с ума? Так. А у вас, это мои слова, что нету ни друзей, ни подруг. Это я уже давно понял. Вы ведь мне дорожите абсолютно. Так вот, эти самые горячо любимые вами мусульмане, за то, что вы сказали, вам бы эту голову повернули бы назад. Единственное, что только Господь может отрубить голову ему. Конечно. Не приведи Господь, чтобы это с кем-то так все произошло или случилось. Потому что на молитвах, это Иолия свидетельница, она у меня даже более ревнивая, что всегда молимся, чтобы вас Господь сохранил от злых беспорядочных людей, чтобы вдохновил. Не только вас, и священцам. Вот. Но почему вы так делаете? Для чего? Какая цель? Ну, КПД. Ну, рано или поздно мы все помрем. И больше того, что есть такой вопрос, что мы делим-то в этой жизни? Почему у нас вот такого нету взаимопонимания? Наверное, вы не смогли как-то так себе расположить. Есть люди, вот скажем, Григорий Петрович, ой, Петр Григорьевич. Человек был очень приятный. А вы просто справедливый с детства, помню. Но всегда какой-то взвенчанный, такой вот злой. И почему всю жизнь, не мое дело, но как бы со стороны я вот так смотрю, на Тезю Васильеву надо просто памятник поставить. Ну, честно. При всех и везде вот так унижать и оскорблять, я думаю, что это поведение, но... Ничего этого нету. Ты занялась своим, постелила скамейку, легла спать и уснула. Ой, да нет. Это же уже когда? Никогда не уснула. Я просто... Они были с Володей, а я полежала. Мне плохо было, у меня сердце было. Теперь тебе. У меня сердце болит и голова болит. Мне плохо было. Высокое давление сильно. Ты правильно говоришь. Я просто, я легла на скальчку. Это буквально доля минуты было. Ну, не оправдывайся ты, ну, какое-то нечеловеческое прямо самооправдание. Нет, не самооправдание, но ты не знаешь, а я тебе говорю. Да не надо говорить. Я не спала там. Я доли минуты посидела. Ты сейчас можешь помолчать? Помолчать можешь? Игнатий, ну ты когда... Мне не надо еще говорить. Еще раз говорю, она уже болеет. Болеешь ты. Еще доказывает два больных. У тебя кто бы не был, он будет больной. Я тебе говорил, днем никогда не ложиться. Прихожу, спишь, двери все открыты. Говорил? Игнатий, ну это было когда? Никогда. Вот даже, ты знаешь, 180 давление на 90, на 105. Мне, я даже стоять не могу, голова кружится. Сейчас остановись. Вот все, я... Игнатий, ну в этот момент надо лежать. Попробуй, знаете, попробуй закрыть рот. Опять. Не получится. Ну ты не знаешь, я об этом тебе говорю. Да мне не надо знать. Попробуй остановиться. Учить же мне не позволяю. Да я не учу. Попробуй не разговаривать. А просто констатирую факты. Попробуй не разговаривать. Попробуй, руку положи вот так на уста. Руку, говорю, положи вот так на рот. Понимаешь, нельзя остановить. Неужели вам не понятно, что не ты это делаешь-то? Так ты никогда не даю сказать. Сейчас не надо, не надо. Пока я не уйду, не разговаривай. Попробуй, закрой рот. Всю жизнь закрой рот. И прорывается там, и все. Учить жене не позволяя не властвовать над рукой. Да я не учу, я констатирую факты. Не надо объяснять факты. Да факталось. Не говори. Давление, сейчас я расскажу. Ты делаешь неправильно. Днем ложишься. Зачем ложиться? Только это накрывать не на фару. Прям тебе нельзя никак. Игнатий, ну ты-то не знаешь, я тебе констатирую факт. А ты не знаешь, что я сплю. Я сплю. Остановись ради Христа. Воюль Иисуса Христа, да выйдет сатана из тебя. Аж разрывается всяк. Я прихожу, дверь открыта. Никого в доме нету. Ты лежишь, рот раскрытый. Ну начинается. Что это на весь мир сейчас? И ты спишь, лежишь вот так. Сейчас не дергайся. Я сказал, вот здесь только. На кровати подходи днем. Я спил. Сейчас, подожди. Ну мне же не 30 лет, не 50 лет. Ты понимаешь, что мне тяжело. Я стоять не могу. Рот закрой сейчас. Попробуй. Рот закрой. Ты ничего. Ты предполагаешь свою ложную. Ну попробуй рот закрой. Всегда высказываешь. Рот закрыть. А мне не даешь сказать. Я не могу. Вот понимаешь, тебе неужели непонятно? Ты рот не можешь закрыть, он тебя разрывает буквально. Что доказывать, когда у тебя давление? Ты его создала искусственно. Да уж куда искусственно. Ну попробуй рот закрыть. Вот как он тобой крутит, как хочет. Болеешься ты, не я. Вот, как кровати, не прикасайся. Встали, все это убери, не скрывайся ни от кого. Мне не нужны эти тряпки-то. Навешала их тут. Дай дышать ребенку. Сюда больше не навешивай это. Ну конечно. Ты что вот распоряжаешься в моей комнате, как хочешь, так. Я как хочу, так... Тебе муж-то не нужен. Не нужен. Ты распоряжаешься где-то. Не ложиться днем никогда. Не ложиться, как кровати, не прикасайся. Вот сидя, вот сюда, вот сидя. Ты... Я положил на подушке, надо лежать. Я на стамейке лежала днем. Не ложись, как кровати. На кровати днем. Не прикасайся, как кровати. Все, не подходит? Днем не ложиться. Попробуй. Ты же знаешь, я пришел, дверь открыта, никого нигде нету. Ты лежишь в рот корытом. Мое мнение, после 60 лет надо остерегаться, ходить к врачам. Легче один укол поставить, чтобы тебя не было. Уснул и, как говорится, усыпить, как ветеринарная лечебница. Христиане не должны так делать. И поэтому, что вы являетесь якобы примером, но только не в семейной жизни и не в личном примере, а в духовном, да. И вот насчет мусульман, вы подумайте то, что вы сказали. Вы придите к ним и скажите им про их родителей. То, что сказали наши. Мои ролики. Мои ролики, мой ресурс, мой ютуб канал, мой сайт, мой форум. Это мое. Мои ролики.